Детская площадка Из них 80% получают травмы на детских площадках. Наиболее серьезные травмы такие детки получают – это удары качелями. На детских площадках есть разнообразные качели, и они в основном с металлическими деталями. И наиболее часто в этой ситуации дети получают черепно-мозговые травмы от легких в виде сотрясения головного мозга до тяжелых в виде перелома костей черепа, ушиба головного мозга и так далее. Яне было 6 лет, когда она повредила ногу, играя на детской площадке. Прогнившие доски не выдержали, и девочка провалилась фактически в дыру. Сейчас уже все в порядке, но у ребенка остался уродливый шрам на всю жизнь. Девочка падала вот на этой горке, это было два года назад, в мае месяце. Она упала, застряла там ногой, естественно, счесала себе в эту дырку шкуру, не на голени, а вот в районе паха. И было очень неприятно. Это все долго заживало, потому что это все-таки кожа детская. И остался шрам очень некрасивый. Получить компенсацию или подать в суд родители попросту не могут. Многие из детских площадок повисли в воздухе. Лишь 800 принадлежат городу. Четкие правила их размещения и обустройства тоже отсутствуют. Мы не можем найти никакого конца, кто нам может помочь в этом. То есть мы будем идти к гурсовету с детьми, с плакатами, и будем свои требования выдвигать уже, наверное, там. Потому что когда ты звонишь, и нам говорят, что такая-то площадка не состоит на балансе, и такая-то площадка не состоит на балансе, это не только я, это и другие мамы в других парках и скверах тоже звонят и тоже требуют. Им никто ничего не отвечает. От нас просто отвернулись. На таких детских площадках вашего ребенка подстерегает опасность на каждом шагу. Асфальт, острые металлические углы, незакрепленные конструкции. Медики и эксперты по безопасности рекомендуют без присмотра малышей не оставлять, а каждую конструкцию перед использованием проверить. Я тоже когда-то у меня тут ножка попала. Хорошо, что я быстро вытащила. Правда, больно, но я вытащила, и тут опасно, я говорю. И тут еще дырка. Мне хочется, чтобы на этих площадках было безопасно, чтобы тут не было дырок, чтобы было все красиво, чтобы дети не падали, самое главное. А вот яркий пример любви к детям. К строительству этой игровой площадки подошли с особым вниманием и заботой. Для этого здесь использовали лучшие материалы европейского образца. К примеру, во дворах жилых комплексов компании «Кадоргрупп» для большей безопасности площадки поделены на три зоны. Здесь есть участок для малышей, зона для деток от 6 до 9 и от 9 до 12 лет. Площадка оборудована мягким швейцарским покрытием, которое предотвращает любые возможные повреждения у детей. Все наши тренажеры сертифицированы, не имеют каких-то острых углов. То есть площадка травмобезопасна, и мы гордимся за свою работу. На этой площадке выдержаны все стандарты качества компании «Кадоргрупп». Мы бы хотели, чтобы такие площадки были в каждом уголке Одессы. Контроль за безопасностью детских площадок осуществляют как поставщики, так и сотрудники компании «Кадоргрупп». Выявление износа конструкции осуществляется раз в месяц. Рабочие подтягивают узлы крепления, обновляют краску, обслуживают ударопоглощающее покрытие и смазывают подшипники. Оценка технического состояния проводится раз в год. По ее результатам составляется акт с оценкой безопасности. Анастасия Кожушка, Евгений Руденко, Валентин Мирза, 7 канал.